Здравствуйте! Это программа Юниор. Все о детском и юношеском спорте в Омской области. Сегодня мы в гостях в кадетском корпусе. И оказались мы тут не случайно. Ведь Омский кадетский корпус – это не только элитное военное учебное заведение, но еще и хорошая спортивная школа для подростков. Здесь ребята занимаются 13 видами спорта. Омский кадетский корпус – старейшее военное учебное заведение Сибири. Его история началась в 1813 году. Первое название – Омское войсковое казачье училище. С 1845-го – вплоть до Октябрьской революции – кадетский корпус. В советский период в здании располагалось общевойсковое училище имени Фрунзе. В сентябре 1999 года был вновь возрожден Омский кадетский корпус. Большую роль в обустройстве его жизни играет попечительский совет, который возглавляет губернатор Омской области Леонид Полежаев. Попечительский совет помогает кадетскому корпусу в развитии материально-технической базы, что позволяет достойно держать статус элитного учебного заведения. О спортивной жизни кадетского корпуса мне поможет рассказать Анатолий Бегас. Он учится на третьем курсе, и спорт в его жизни занимает важное место. Я не преувеличиваю, Толь? Конечно, нет. Я занимаюсь палеотлоном. Выбрал я этот вид спорта, потому что он требует от себя, чтобы спортсмен сочетал в себе качество, быстроты, силы, выносливости, ловкости. И вообще спорт в кадетском корпусе – это святое. Вот, например, в 7 часов утра у нас зарядка вот на этом самом плацу. Что правда, то правда. До минус 15 зарядка на улице, а в морозную погоду в корпусе. Правило железное. Без утренней разминки день курсанта не начинается. Толь, ну вот зарядка каждый день в 7 утра. На твой взгляд, это формальность или все-таки это дисциплинарная необходимость? Ну, я хочу сказать, что кадеты – это пример дисциплины для многих сверстников. Конечно, очень было сложно привыкать к такому режиму, но я считаю, что зарядка – это основа дисциплины. Это тот элемент распорядка дня, который должен выполнять каждый кадет. В общем-то, жизнь кадета идет по такому же сценарию, как у любого подростка. Школьные уроки, домашние задания, дополнительные занятия. Разница лишь в том, что на каждый эпизод отводится строго регламентированное время. На спорт тоже. Все 13 секций начинают работу одновременно с 15.30 до 17.00. Ребята их посещают по выбору. Кому-то больше нравится плавание, кому-то волейбол, стрельба или самбо, каратэ, рукопашный бой. Кстати, секции единоборств – самые популярные в корпусе. Я выбрал армейский рукопашный бой, потому что это совмещение ударной техники борьбы и удушающих болевых приемов. То есть развивают все боевые качества, которые вообще существуют. Мой сопровождающий Анатолий, хотя и занимается всерьез палеотлоном, признает, что для мужчины, тем более военного, владение приемами единоборств очень важно. А теперь пожестче, Дарик. Жестче ногу выплесни, чтобы он подошел вверх. Корбус поворачивайся. Делай. Армейский рукопашный бой – вид спортивной борьбы, который был разработан на основе самбо, каратэ и бокса. Он с самого начала был специально предназначен для вывода из строя живой силы врага. Техника рукопашного боя – это удары и блоки руками и ногами. Броски, болевые и удушающие приемы. Их применение равносильно использованию холодного оружия в бою. Спортсмены должны очень хорошо понимать это и применять свое мастерство в исключительных случаях. В кадетском корпусе этим важным деталям в воспитательной работе отводят серьезное внимание. Применять можно только в том случае, если это грозит жизни твоей, либо твоего близкого человека. Я не учу их нападать, не учу их в первую очередь нападать, не учу их обижать тех, кто слабее их. Разумеется, ни в коем случае, они прекрасно знают, что ни в коем случае нельзя на улице применять свои знания какие-то, потому что это, ну, в принципе, просто неправильно. Вот. Они должны уметь защитить себя, своих близких, свою родину. Вот. И вот в этом плане моя работа, да, тренерская, воспитательная работа, идет абсолютно параллельно с работой всего корпуса детского. Еще один принципиально важный для будущих военных вид спорта – пулевая стрельба. Цель проста – послать как можно больше пуль в мишень и как можно ближе к центру. Овладеть навыками меткой стрельбы доступно каждому, но труда к этому требуется приложить немало. Терпение, выдержка, спокойствие, хладнокровие – вот комплекс основных качеств, необходимых стрелку. Тренировки проходят однообразно и кому-то могут показаться скучными. Но это спорт не только умений, но и характеров. Часть кадетов предпочитают пулевую стрельбу, всему многообразию спортивных секций в корпусе. Я уже три года занимаюсь стрельбой, мне она очень нравится. Она тренирует во мне концентрацию, мужество, спокойствие. Ну и она пригодится мне для дальнейшего поступления в военные вузы. Закрепить навыки спортсменам-стрелкам помогают компьютерные тренажеры. Которыми оснащен тир кадетского корпуса. В стволе пистолета закреплен оптический датчик. Он следит за перемещениями оружия относительно мишени. На мониторе отражаются колебания руки во время прицеливания. Эта объективная оценка устойчивости оружия делает тренировку более эффективной. Многие скрытые ошибки прицеливания и спуска становятся очевидными. Но кадетам интересны не только специфические для военных учебных заведений виды спорта. Секции по волейболу, футболу, хоккей с шайбой ребята тоже посещают активно. Больше всех видов спорта я люблю волейбол. За то, что игра командная. Развивает ловкость. Все. У нас, в принципе, это командная слаженность. После нападающего удар. Сборная кадетского корпуса по волейболу успешно выступает на различных соревнованиях. Среди городских школьных команд, начиная с 2001 года, ребята 9 раз выходили в финал. Становились победителями или призерами. И это при том, что никаких особенно одаренных спортсменов в команде нет. Возможно, дело в военной дисциплине, которая воспитывает ответственность и командный дух. Девиз «Один за всех и все за одного» в кадетском корпусе работает как нигде. Хотелось бы, конечно, чтобы они были подготовлены, чтобы приходить ребята из школы Олимпийского резерва. Волейболисты. Ну, таких почти нет. Обычные парни из обычных городских, сельских школ. Многие даже не совсем знали правила хорошо. Здесь набирается опыт определенного, так сказать, мастерства и дают какой-то результат. Ребята, конечно, трудятся много. Выкладываются на тренировках полностью. Но при этом нельзя не отметить, что кадеты еще и везунчики. Учатся в элитном учебном заведении, в котором есть отличная база для занятий физической культурой. А тренеры – все мастера спорта, педагоги высшей квалификационной категории. Первое, что мы видим, входя в спортивный комплекс кадетского корпуса – это музей наград, привезенных с различных соревнований. Толь, а какой наградой кадетский корпус гордится больше всего? Ну, самая дорогая награда для нашего корпуса – это вот этот кубок, который наша команда завоевала в 2007 году в Москве на первой спартакеаде суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Команда по многоборью заняла первое место среди 18 команд. Может сложиться впечатление, что руководство кадетского корпуса – установка на спортивные достижения. Конечно, здоровые амбиции присутствуют. На самом деле, успехи и победы – это закономерный результат ежедневной работы. Будущим военным без спортивных навыков на службе в реальных полевых условиях пришлось бы туго. Поэтому занятиями физкультуры здесь охвачены все учащиеся. Занятия разделены на два направления. Одних обучают какому-либо виду спорта, что называется с нуля. Другим дают возможность развивать и совершенствовать мастерство, приобретенное в секциях до поступления в корпус. К примеру, довольно много ребят, которые поступают в кадетский корпус, выросли в местностях, где нет ни водоемов, ни бассейнов. Им негде было научиться плавать. В кадетском корпусе этот пробел помогает устранить. В плавании вид спорта мы считаем, что самое важное – это научить ребенка плавать. Каких он там достигнет результатов – это уже не так важно. Главное, что жизненное необходимое имение он должен иметь. Должен уметь. Поэтому любые кадеты, выпускники наши, каждый выпускник, он умеет плавать. Базой всех спортивных секций в кадетском корпусе считается зал тяжелой атлетики, которому может позавидовать любой клуб бодибилдинга. В нем собраны тренажеры на все группы мышц. Получить силовую подготовку сюда приходят и волейболисты, и борцы, и легкоатлеты. Здесь же проходит занятие по гиревому спорту. Наша съемочная группа попала как раз на внутренние квалификационные соревнования гиревиков. На Всероссийской спартакиаде среди суворовских училищ и кадетских корпусов юные омские силачи остановились в шаге от пьедестала почета. И надеются улучшить свой результат уже в этом году. Особые надежды возлагают на второкурсника Дениса Вахмеева. Он чемпион Омской области по гиревому спорту. Я выбрал гиревый спорт, потому что он развивает силу, развивает выносливость, также силу воли развивает. Ежегодно кадетский корпус подготавливает не менее 10 кандидатов в мастера спорта. От 40 до 61-го разрядников. На второй и третий разряд издают норматив около 160 учащихся. Это почти 70% от общего числа воспитанников. Награды за успехи в спорте кадетам вручает лично начальник корпуса. Награждается Романов Александр за первое место в первенстве кадетского корпуса по гиревому спорту весовой категории до 63 килограмм с результатом 50 раз. Ребята говорят, что получить медаль из рук Виктора Басаева вот так на плацу перед всем личным составом – огромная честь. Свети, соколы, орлами, полно горе горевать, коле тела под шатрами в поле лагерем стоять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова